Песенка, я ее часто бываю на концертах, русской народной, блатной хороводной, называется «Пуговка». Предыстория такая. Я в свое время был пионером и был даже один из главных, ну, самым главным пионером района, активистом. Вот Игорь Демин на концерте присутствует, он за 4 года до меня был самым главным пионером. И вообще здесь и вожатая моя Валечка присутствует, это Валя Степанова, и они знают эту всю штуку, а вы, наверное, не знаете. А если кто был в лагерях пионерского актива, или в Артеке, в Орленке, в лагере Океан, прекрасно знают люди там, что такое Орлядский круг. Для тех, кто не знает, объясню. Это когда люди вставали в круг, обнявшись, круг замыкался в зависимости от количества людей, и все раскачивались, пели песни, правильные песни. То есть песни Орлядские, потом выяснилось, что эти песни в основном авторские, бардовские. Я со многими, кто дожил на этих дней, с авторами познакомился, и получается, что я так подхожу, как в анекдоте, Карлик подходит к Макареевичу и говорит, Андрей Вадимович, я вырос на ваших песнях. Я тоже такой, рост по небольшому, подхожу, вот я вырос на ваших песнях. А Орлядский круг, это было здорово, потому что в 12 лет двух девиц вот так вот приобнять безнаказанно. Можно было только там. Да-да, я слушаю, я слушаю, я слушаю. Вот, короче, но были песни, которые не то что запрещалось петь, не было тогда слова запрещено, потому что не было ни Шнурова, ни группы Ленинград, ни волосатые стекло, группы Ленинградского. Тогда было не рекомендуется, не то что нельзя, не рекомендуется их петь. И были песни, которые мы пели поначалу. Одна из таких песен называется «Пуговка». Я долго искал автора, потом нашел стихи, значит, это Евгений Долматовский, известнейший поэт, издательство «Дед Гиз», 1939 год. Но тут вот в чем дело. Текст до невозможности изменился, потому что тогда были песенники, все переписывали это все по памяти надиктовали, текст видоизменялся. И вот в связи с этим мы вот с Лешей Тимошкиным, с моим другом сидели и думали, а почему ее не рекомендовалось-то? Собственно, слушать. А потому что вот там, оказывается, два крамольных момента по отношению к советской системе, мы нашли, я с удовольствием вам эти два момента, как с того. Песня называется «Пуговка». Стихи Евгения Долматовского несколько видоизмененные и музыка народная. На самом деле детская маршевая пограничная песня. Коричневая пуговка валялась на дороге, Коричневая пуговка, коричневой пыли, А мимо по дороге прошли басы и ноги, Басы и загорелые протопали, прошли. А мимо по дороге прошли басы и ноги, Басы и загорелые протопали, прошли. Последним шел Алешка, Алешка босоногий, Последним шел Алешка и больше всех пылил. Случайно или нарочно, того не знаем точно, На пуговку Алешка ногой наступил. Алешка ногой наступил. Он поднял еду пуговку и взял ее с собой. Что это не по-русски написано на ней, К начальнику заставы, ребята, всей гурьбою. К начальнику заставы, скорей, 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 К начальнику заставы, ребята, всей курибою К начальнику заставы, скорее, скорее, скорее Слушайте, начинается храмола Начальник принял строго, докладывайте точно И карту укреплений пред ними разложил Для тех, кто не помнит, 39-й год, вы представляете, что это такое? Только пакт о ненападении, все ждут войны Тут прибегают пацаны, нажавшие пуговку, на которой что-то написано Мальчик, лет 10-11, к начальнику укрепленного района Давал им карту секретного укрепленного района перед него расстроен Но это еще не все Начальник принял строго, докладывайте точно И карту укреплений пред ними разложил Где у какой деревни и на какой дороге На пугов у Алешка на гору наступил Где у какой деревни и на какой дороге На пугов вошлежка На гору наступил Гарамола продолжается Четыре дня скатали Семнадцать командиров! Когда я попал в лагерь пионерского актива, мне было 12 лет А тогда я в воинских званиях не разбирался И думал, что в армии служат два рода людей Солдаты и командиры Командиры все в одинаковом звании Я думал, что пограничная застава – это такой специальный род войск Где только одни командиры служат Каждый сам все командиры И их семнадцать Потом я стал думать еще хуже Я думал, что семнадцать застав на четыре дня конного пути и четыре обратно Они вообще без командировка стоят Каждый главный командир, он ускакал, значит, за этот пугов Четыре дня скатали Семнадцать командиров Четыре дня скатали Забыв покой и сон На пятый повстречали Седого незнакомца И сразу оглядели Его со всех сторон На пятый повстречали Седого незнакомца И сразу товарища Со всех сторон А пуговки-то нету У заднего кармана И сшиты не по-русски Широкие штаны А в глубине кармана Патрона от нагана И карту крепления, видимо, дубликат Советской стороны А в глубине кармана Сто грамм Нарихуан Нет, мы про них А в глубине кармана Сто двадцать грамм Урана Вот как бель И карту крепления Советской стороны Вот так его поймали, блин, фашистского шпиона Слегка по морде дали Из носа кровь течет Начальнику заставы За это орден дали А нашему Алешки Как всегда Большой, большой почет Начальнику заставы За это орден дали А нашему Алешке Большой, большой почет Вот так она хранится Советская хранится И никокую Ее не перейдет А пуговка хранится В Алешкиной коллекции За маленькую пуговку Ему большой почет А пуговка хранится в малёжкой коллекции За маленькую пуговку и большой почёт